Так, друзья, всем огромный привет! В рамках нашей программы отделки доступного жилья я сегодня покажу вам, как сделать ванной правильную инсталляцию. И прежде чем начать, у меня к вам один вопрос. В ближайшее время мы собираемся ехать в тайгу к пчелам, там составлять пасеку, все такое. Куда мне этот видос девать? Или делать ли его вообще? Брать ли с собой камеру? Потому что многие из вас говорят о том, что строительный канал, нефиг сюда ничего пихать. Давайте, знаете как, если вдруг большинство проголосует, например, за Инстаграм, тут наша Инста, и сюда я видос этот и запилю. Если же скажете, выкладывай на ютубе, выложу это на канале. А сегодня наш пациент, вот этот товарищ, которого я установлю вот на эту стену. Как вы помните, я сделал рециркуляцию, то есть горячая вода у нас сейчас ходит по замкнутому кругу, на первый этаж, туда, в котел. Здесь же проходит горячая вода на смеситель умывальника, и вот такую незамысловатую штуку я сделал от холодной воды, которая подключится к нашей инсталляции. Ну а теперь я буду ее устанавливать, по дороге что-то рассказывать, что-то показывать, что-то вы будете сами придумывать, понимать. Но самое главное фихо это в том, что мы это устанавливаем с вами в пеноблочную стену. Вот это вот самое сложное. Начнем, а там походу решим. На каждой инсталляции есть вот такая маркировка, она означает метр. То есть по вот этой метке у вас и должен находиться уровень. Но если в дальнейшем планируется укладывание керамогранита, как в нашем случае так и будет, то я устанавливаю на метр-полтора сантиметра. Ну примерно полтора по максималке для керамогранита. Что мне нужно сделать? Выкрутить эти болты, удлинить ножки до метки метр-полтора и собственно зафиксировать ноги на этом месте. Потом это все отстреляем лазером. Моим новеньким зелененьким лазером. Многие, кстати, сказали, что деко, этот лазерный уровень, не существует в природе. Его никто не смог найти в интернете. Братцы, просто берете по ссылке в описании, переходите и там весь инструмент у меня вот там. Все. Я для вас обязательно сниму какой-нибудь зимний видос о всех инструментах деко, которыми я пользуюсь. И те, которые прижились в моей стройке, и те, которые не очень сильно понравились. Но не дожидаясь зимы, я хочу сказать про вот этот набор. Я таскаю его с собой везде. Он уже весь запыленный, запыленный весь, смотрите. Потому что тут есть все вообще, что необходимо для моей работы. И биты, и... и биты. Там и биты. И шестигранники, и звездочки, и торексы, и все, что угодно душе самостройщика. Поэтому вот если говорить о том, что ты, Дэн, посоветуешь нам для приобретения из компании деко, это первый набор инструментов для... По-моему, это для автомобиля называется. Музыка. 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 Так, я примерил это все относительно моего отверстия в канализации. Изменить это место никак уже не могу, потому что так заложил его. Сделал по 160 мм от этого края, поставил отметки маркером. Что важно в данном случае, и это прям обязательно, это очень ровно отстрелять поверхность. Потому что когда будем дальше это все закрывать уже красивым фасадом, если где-то у нас будут какие-то изгибы, неровности, это все у нас потом скажется. Поэтому вот эта плоскость, она должна быть прям неизменна и очень хорошо проверена лазером. Сейчас я перфоратором выбираю вот эти места, ну точнее этот центр, а я делаю немножко, центр смещаю, потому что у меня специальные крепления. И еще буду дублировать потом уголками по периметру. Это уже можно будет делать потом с прикрученной к стене уже инсталляцией. То есть это как бы уже дубляж. И сейчас также я сделаю отметки на полу, их тоже просверлю. Там специально я в этих местах не заложил теплые полы, поэтому волноваться здесь не за что, в теплый пол я не попаду. Проверяется это очень просто. Здесь холодно. Хотя у меня теплые полы прям, ну они прям горячие. Они прям классные. Ну не горячие, но классные. Прям хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Ну и казалось бы, эта установка, она в принципе сделана уже по всем правилам, не требует дополнительного крепежа. Но есть одно но. Пеноблок в нашем случае прям кустарный и очень-очень плохого качества. И по факту сейчас инсталляция в большей степени держится за штукатурку. Это не совсем правильно, но и исправить это уже будет тяжеловато. Мы, конечно, потом зафиксируем все это в подсистему, это дополнительно будет все придерживаться ей. Но в данном случае что-то нужно еще предпринять. Поэтому, поэтому, поэтому я взял вот такие вот уголочки и зафиксирую по периметру. Ну хотя бы еще по две штуки на каждую сторону. И все будет крепко. Для фиксации я буду использовать 6х70 болты. Ну и со своего комплекта деко я взял насадки. Так, в моем случае подача идет с этой стороны, поэтому извлекаю боковую заглушку и ставлю ее на заднюю стенку. Потому что я буду устанавливаться отсюда. Вот так. Слушайте, ну вообще ничего сложного нет на самом деле. Я больше боялся. Теперь вот это мы извлекаем и, как мне было объяснено, это выбрасывается. Это мы берем. Так. Тынс. Это на выброс. Это была, как это, транспортировочная штука. Здесь кнопка пневма. То есть не от нажатия каких-то там, ну, тросиков и так далее. Здесь просто пневма, воздух. Теперь мы вот эту прикручиваем туда, а эту сюда. Все. Весь монтаж. Я открыл кран, но здесь у меня закрыто пока страховочное соединение. Я его открою в конце. Теперь нам нужно просто обрезать по какой-нибудь полоске. Но так как я пока не знаю, сколько нужно будет обрезать, обрежу где-нибудь в самом начале. Это будет наливайка в унитаз. Смывная. Вот так я замерил это ноль, а вот так я замерил это со стеной. Два сантиметра взял на стену. Мне кажется, этого достаточно. Два сантиметра взял на стену. Я понимаю, что это неправильно, но временно мы поставим фанеру. Теперь главный вопрос, как вот то, что там, отметит тут. Евгения, прояви смекалку. Нужно отметить вот эту дырку, вот эти два отверстия и вот эту дырку. Ну, хотя бы вот эту и вот эту дырку. Хорошо. Ну и все. Все. Так она, видишь, в чем дело, мы можем внутренне, но она сбуровлена вот так. Не знаю, не знаю, не знаю. Может, вынуждится, а может, даже нет. Вот видишь, она вот тут. Ну и фиг с ней. Это же временно, потом это все закроет гипсокартон, правильно? Здесь мы должны поставить вот это вот сюда. А вот это должно встать вот сюда. Вот так. Все. Куда ушли болты? Вот они. Все. Вот сюда. Хорошо. Не. Держу. Я держу. Теперь толкан правим вот так. Подожди, ничего страшного тут нет. Жень, теперь я должен вставить вот эти вставки. И вот эти вставки. Можешь инструкцию посмотреть? Давай инструкцию, посчитай обратно. Так, теперь я вставляю вот эти штуки, мне так кажется. Вот, смотри. Вот такие, потом вот такие. Это не надо, это не надо. Ну, я смотрю на нее, мне кажется, он какой-то как детский. Маленький. Маленький. Ну, какой-то маленький. Я детям сказал, главное с него не прыгать, потому что я не знаю, как держать пеноблок и штукатурка. Тут еще по уровню надо выставить, но я не знаю, пока все это временное у нас. Ванну мы выставим по уровню вот так, и она у нас чуть-чуть оттопылится туда. Я щелочки боюсь, я лучше отстала, бери. Ну, вот сейчас я вас прям в святая святых проведу. Видите, там под плоскую отвертку, когда я вот это откручу, у нас сразу же начнет наполняться вода через вот эту систему. Слушайте, вы первые, кто в унитазе, находитесь прямо в бачке. Туда еще никто так сильно не занырил. Так, ну что, давай будем пробовать открывать унитаз. Мне нужна плоская отвертка, и я откручиваю все. Надо поменьше усадочку взять. Фу, я мокрый, тут жара, надо уменьшить, короче. Так, сейчас вы услышите характерный звук. Заработало. Ну и все. Теперь берем кнопку. Самый прикол этой кнопки в пневмоклапане. Ммм, чувствуешь воздух? Да. И он включает. Кстати, как и, у нас включается вот этой кнопкой этот джакузи. То есть нажимаем, у нас все начинает работать. Она тоже на пневмо. Чувствуешь, да? Давай ее поставим, и у нас унитаз... А, еще надо будет этот поставить. Седушку. Нужно будет еще седуху, да. Завершающая часть. Слушай, весь мокрый, надо сейчас это... Надо реально здесь охладить все. Не, мыться здесь комфортно. Мыться классно, да. Да, ты вылазишь, тебе не холодно. А теперь еще будем тут на горшке сидеть. Смотри. Внимание! Внимание! Так, ставим крышечку. Крышечку. Сейчас принесу. Вам пицца, друзья? Да-да! И она еще и с микролифтом. Кстати, друзья, вы заметили, что даже реклама, которая находилась вот здесь, я ее удалил. Чтобы не было предъяв о том, что я снимаю рекламные интеграции. Не любите вы их почему-то. Но компания Деко... Ребята, вы делаете хорошие вещи. Цена-качество, короче, на уровне. Мне нравится. Друзья, а если вы хотите уже выключить, то остановитесь. Не делайте этого, потому что я хочу вам похвастаться. Ну, реально, не жили богато. Не стоит и привыкать. Но мы теперь имеем джакузи. И я вам хочу показать, как она работает. Потому что для меня лично это какое-то просто волшебство. Хотя, я думаю, у вас у каждого в ванной такие штуки стоят. Дождитесь еще секундочку, и я вам все покажу. Это вставляет, скорее всего, вот сюда. О, все, Женя, я допер. Так, подожди, а должна она стоять вот так? Значит, туда этими, да? Нет. Вот так? Да, значит так. Давай я оставлю. Чтобы его снять, Зай, вот здесь есть, смотри, вот тут есть кнопка. На нее так нажимаешь, и все. Прикольно. Да, просто почему мы его сейчас снимаем? Потому что мы забыли поставить красоту. Ну, какова красота. Какова красота. Так, теперь все, Женя, я выхожу, камеру оставляю, и ты делаешь презентацию. Скрытую камеру оставляем, вот так, короче. Вот так. Все, я выхожу. Давай, презентуй. Это была шутка. В общем, по итогу, друзья, в нашем замке теперь есть ершик золотой. Сейчас воду выключу. 26,8, по-моему, для ванны многовато, да? 67 процентов. Обещал вам показать эту штуку. Воды, конечно, еще маловато, но покажу. Смотрите, тоже пневмо-кнопка. Нажимаем. Заработала джакузи. На самом деле, пока раненько. Надо, чтобы немножко воды хотя бы сантиметров на 10 выше было. Так, здесь тоже пневмо-кнопка. Смотрите, нажимаем. Но здесь еще и есть и пневмо-крышка. Класс. Ну, не знаю, друзья, я уверен, что в каждом доме сейчас это есть, но для меня это реально волшебство пока. Что еще хочу сказать, друзья. Спойлерну даже. Вот такой спойлер небольшой. Начали продолжать утеплять дом. Скоро будем, наверное, хаубергом колотить. Хотя я не знаю, честно говоря, стоит ли это делать в зиму или дождаться майского тепла. Но в любом случае мы его ОСП обошьем. В любом случае мы утеплим стены. И настроение просто поднялось от того, что я сменил род деятельности. На самом деле, когда работаешь в одной теме, вот мы в доме работали, постоянно в доме, в доме, в доме. Я даже солнца не видел, и это утомляет. А сейчас, сейчас, сегодня весь день отработали наверху. Хотя, наверное, вы слышите? Слышите? Ветер на улице нереальный. Я работал на 6-ти метровой высоте. У меня немножко леса колыхались. Но я был в хорошем настроении. Так, друзья, обо всем этом поподробнее на следующей неделе. Увидимся с вами прям скоро-скоро-скоро. Все, пока-пока.